Группа исследователей обнаружила следы слияния огромных черных дыр, которое произошло около 7 миллиардов лет назад. Это случилось так далеко, что сигнал дошел через космическую пустыню только сейчас. Одна из черных дыр была в полтора раза массивнее, чем когда-либо наблюдалась в подобных столкновениях. Событие, названное GW190521, стало первым экспериментальным фактом в пользу гипотезы о том, что более тяжелая черная дыра в такой паре может быть результатом предыдущего слияния черных дыр. Детекторы в США и Европе, Лайга и Вирга, отреагировали на необычные гравитационные волны 21 мая 2019 года. Когда искажение пространства времени было преобразовано прибором в звук, ученые услышали нечто, что было похоже на глухой удар. Сигнал длился всего десятую долю секунды, несмотря на огромную силу столкновения. В работах, опубликованных 2 сентября, указано, что большая из сливающихся черных дыр имела массу в 85 раз больше, чем Солнце, а меньшая в 66 раз. Масса образовавшейся черной дыры составила 142 солнечных массы. Ученые считают, что черные дыры с массой больше 65 масс Солнца не могут образовываться в результате коллапса звезд. Это означает, что как минимум одна из образованной пары черных дыр ранее уже пережила слияние. Но даже если последовательные слияния не смогут объяснить образование сверхмассивных черных дыр, и окажется, что эти объекты, вокруг которых вращаются целые галактики, сформировались во время Большого взрыва, или другим способом. Открытие все равно имеет ценность. Оно показало эффекты гравитации, которые дают возможность по-новому проверить общую теорию относительности. Теория предсказывает, что двойные системы с сильно неравными массами будут производить гравитационные волны с более высокими гармониками.